Старый мост В ноябре 2017 года Старый мост со скрипом сняли с баланса мэрии и передали в собственность Росимущества. Минстрой Транскрая несколько раз обращался в федеральное ведомство с просьбой определить, кто будет содержать и ремонтировать Старый мост в Барнауле. Однако до настоящего времени этот вопрос не решен. Вот он может вообще рухнуть в любой момент. А камеру можно выключить? Я вам объясню. Уже не на камеру сотрудник Росавтодора пояснил нам, что мост никто не хочет брать под свою опеку. В мэрии говорят, что объект может перейти в Росавтодору и скорее всего новый собственник решит закрыть объект, а не ремонтировать его. Еще одним владельцем моста может стать компания Российские железные дороги. Мы сегодня доказали, что коммунальный мост по своему функционалу должен относиться к федеральным структурам. Вместе с тем мы понимаем, что если не поднимать вопросы его реконструкции, все останется на прежнем уровне. По оценкам экспертов, ремонт коммунального моста будет стоить не меньше 1 миллиарда рублей. Яма это вообще ужасная яма. Колеса можно потерять и все. И никто не ремонтирует. В ГИБДД и вовсе поднимают вопрос о закрытии моста. От греха подальше. И это вряд ли обрадует 17 тысяч автомобилистов, которые ежедневно проезжают по путепроводу. Возрастает нагрузка на новый мост. А строительство третьего моста через Обь начнется не раньше 2020 года. Да и обойдется он около 50 миллиардов рублей. А судьба старого моста хоть и определена, но неизвестна. В интернете появляются горькие шутки. Ирина Корчегина, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. Наши новости.